Привет! Вот смотри, по дефолту, когда кардинал у тебя открылся, у него уже здесь есть субтрактивный синт простенький, который у меня от фильтра, и есть только генератор и огибающая, которая триггерится с твоей клавиатуры. Вот так. Вот, чтобы было... А это все дополнительные. Чтобы было совсем понятно, я вот так, во-первых, это удалю, во-вторых, все-все-все кабели отключу, а лучше даже давай просто с нуля все построим. Вот тебе жужжалка, добавляешь к ней фильтр, открываешь правой кнопкой менюшку, просто набираешь слово фильтр, берешь первый попавшийся, какой понравился, ну давай вот этот, например. Не все из них полифонические, это имеет значение, если что-то для работы, какие-то клавишки делать, но вот, короче, у нас будет вот такая штука. Значит, она уже должна звучать, но не звучит. Почему? Кто виноват? А, я дурак, извиняюсь. Давай драйв увеличим. Короче, просто фильтр. И сейчас, какие клавиши я не нажимаю, play, stop, midi, эта штука никак на это не реагирует. Добавим сюда вот этот модуль. Я набрал просто в поиске midi. Это pitch от моей клавиатуры. Если я воткну его в дырку с таким же названием, теперь ноты все-таки меняются. Блин, как он тихо работает. Вот, этот pitch нужно оставить в дефолте. Вот. Если нужно этот сигнал транспонировать на октаву ниже, как мне иногда бывает удобно, ну вот тоже возьмем пока дефолтовый модуль, oct он называется. Все, в принципе, понятно. Это входящий pitch, это выходящий, и это сдвиг. Но, как видишь, я сейчас клавиш никаких не нажимаю, эта штука вот так вот висит. И так и останется висеть. Это pitch как бы остановился на месте, это генератор как бы постоянно создает что-то, и фильтр еще и там жужжит. Короче, тебе нужно каким-то способом этот звук останавливать, да? Вот это аудио, тебе нужно вот этот провод. Тебе нужно сделать тише, вовремя, да? Да? Значит, смотри, вот у тебя есть, опять же, это комплектно, я и не пользуюсь обычно. Но сейчас это просто делал-ка тише и громче. Вот так. Опять же, это не то, что мы хотим, да? Мы хотим вот в эту дырку воткнуть управляющий сигнал некий. Например, если ты добавишь лофошку пустую и воткнешь ее сюда, оно будет двигать громкость. Но если ты добавишь сюда огибающую, давай уже какую-нибудь нормальную, серджевскую, например, возьмем, огибающую. Хотя ладно, давай опять же комплектный ADSR набираем, взяли. Вот наш аутпут. Видишь, сразу все замолчало. И теперь я на клавиши нажимаю, ничего не происходит. Если посмотреть сюда, на цифру, то pitch вообще-то меняется, когда я нажимаю клавиши. Но никакого сигнала не происходит. Сигнал о моем нажатии – это вот эта штука. Gate. Gate от триггера, они оба посылаются, gate и ретриггер. Отличается тем, что gate имеет начало и конец, а триггер – только начало. Так что для наших огибающих, которые ADSR, да, а не только AR, для них, конечно, нужен gate. И вот что они ждут. Gate. Теперь эта огибающая, собственно, работает. То есть она понимает, когда я держу, когда я отпускаю. На это место могло бы быть что-то другое зайти, чуть ли не другой осциллятор, понимаешь? Ну, в данном случае мы все сделали как бы по-человечески. Вот примерно это ты видишь, когда собираешь, когда открываешь первый стандартный патч. Смотри. Посмотри, да, что здесь такое. Это мы по velocity меняем здесь FM. Не знаю, чего, давай отключим его. Это мы перезапускаем заново эту ADSR, которая управляет громкостью. Генератор получает pitch. Вот в этой структуре, когда ты разобрался, полностью разобрался, да, и ты можешь сам ее собрать, допустим, да, вот такую я штуку сделаю, да. Но теперь я засуну сюда пилу. И давай теперь к этой конструкции всей добавим фильтр уже. Значит, ты можешь добавить его сюда до громкости, сюда после громкости, как хочешь. Я поставлю его, давай вернемся к вернеру, он прикольно звучал. Вот сюда. Вот. Это она сюда ждет управляющий сигнал, в эту дырку. Давай сначала подключим наш треугольник, проверим, что все работает. Вот новый кабель можно из дырки вытягивать с контроллом. Или правой кнопкой нажимать и хватать за new cable, и будет определенный цвет, какой тебе удобно. Сейчас пока просто получили треугольник фильтрованный, да, пока мы не заставили его двигаться. Создадим новую огибающую такую, да, чтобы для фильтра отдельная огибающая была. Она уже подключена у тебя здесь от того, от чего нужно, да. Поэтому здесь есть клевая функция duplicate with cables. Вот такая штучка у тебя получилась. В нее уже посылается тот же gate ретриггер, а параметры можно другие. Этот output сейчас не аудио, а вот именно эта вот кривулька. И она придет сюда и будет действовать с вот этой силой. То есть сейчас не будет действовать. А теперь начнет. Эти все модули полифонические, то есть в теории они могут тебе воспроизвести много нот. Но этот фильтр только монофонический. Он не может. Здесь, если правой кнопкой нажать, можно увидеть полифоний ченнелс. Сейчас он у нас монофоник, то есть много нот нам не дают воспроизвести. Но и в цепочке все плагины должны иметь возможность работать полифонически. Стандартный фильтр это умеет, серджерский фильтр это умеет. И давай откроем стандартный, потому что в серджерском чуть по-другому организована собственно сама модуляция. Поэтому я боюсь тебя запутать. Давай напишем VCF. Вот стандартный фильтр. Мы хотим слышать low-pass фильтр. Мы хотим на вход посылать наш треугольник. In. И вот эта вот штучка управляет cutoff. Полифоний ченнелсом вот настолько сильно. То есть сейчас не управляет. Ура, заработало, да? Но аккорда я на ней по-прежнему играть не могу. Для этого мне нужно здесь открыть полифоний ченнелс, нажать сколько у меня будет максимально. Пусть будет 8. Все. И теперь, если, допустим, я хочу, ну, например, пусть от velocity, у нас меняется, ну, скажем, decay фильтра, да? То есть, допустим, на маленькой velocity будет decay вот такой. На большой вот какой-нибудь такой, да? То есть мне сюда нужно завести чего? Вот этот параметр. Завели. Это сила действия. Иногда этой штучки нет. Ограничительной. Вот. Все работает. И учти, что здесь выше нуля сатурация начинается. Так что, если тебе это слишком много, надо позаботиться о том, чтобы громкость где-то была понижена. До того, как это, ну, на уровне любого из этих чуваков клипнется. И еще здесь по умолчанию включен DC-affset фильтр, что мне иногда не нравится. Вот он здесь, DC-блокер. Это для нашей безопасности, но я его в данном случае выключу. Ну, все. Вот у тебя получился примитивный полифонический синт без эффектов, но с некоторым управлением даже в зависимости от velocity. Удачи. Спасибо.